Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». «Простить или вызвать полицию?» Часть 2. Это второй подкаст на тему «Как научиться прощать?» и называется «Простить или вызвать полицию?» В первой части мы детально поговорили про то, что если брат или сестра случайно сделали тебе плохое или не случайно, но вы ему сказали, и он перестал это делать. Но что, если человек сделал вам плохое, вы ему сказали, что он плохо с вами поступил, но он продолжает свои действия? Тут прощение, как бы вы сильно ни старались, не будет действовать. Почему? Давайте посмотрим, что говорит на это Библия. Если брат не раскаивается. Но если брат не раскаялся, не попросил прощения и продолжает обижать, что делать? Давайте рассмотрим случай беседы, описанной Евгелистом Матфеем в главе 18 стихах с 15 по 22. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 стих. В стихе 15 важно, что согрешит против тебя, то есть сделает грех, обиду, конкретно против вас. Что делать? Молчать, молиться, терпеть, прощать? Нет. Подойди к нему и один на один скажи, в чем он неправ. Не то, что ты сейчас про него думаешь, друг мой, а обличи, покажи ему. То есть скажи именно, в чем он был неправ. И если, послушая тебя, изменит свои дела и попросит прощения, приобрел ты брата своего. Сколько раз можно так прощать? До семи жди семи, как сказал Иисус Христос апостолу Петру. Но если брат не раскаивается, то прости, терпеть или долго терпеть. Нет, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. А если и дальше не послушает, скажи церкви. А если церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. То есть, теперь он для тебя чужой человек. В другом переводе написано, то тогда ты сможешь смотреть на него, как на язычника или как на сборщика пошлин. И что, на этом все? Конечно нет, друзья. Как ты относишься к чужому человеку, которого ты не знаешь, и он постоянно обижает тебя? Именно к чужому. Да, к брату ты относишься иначе, он твой ближний. А чужой человек? На работе ты скажешь начальству, для других вызовешь полицию. Смотрите сами. Но Бог говорит, что вы вполне можете вызвать полицию на обидчика. Друг мой, почитай следующий стих Евангелия от Матфея, 18 глава, стих 18. Говорю вам истину. Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Что вы развяжете на земле, то будет развязано и на небе. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Бог тебе дает власть. Как с ним поступить? Конечно, ты можешь опять простить. Но это может привести к следующему греху. А можешь сказать властям, которые Бог поставил смотреть за порядком. В семье это родители, в церкви это служителя, на работе начальство, в городе полиция. Скажу больше, и такое бывает, что наши руководители не реагируют на ваши слова о неправильном отношении к вам. Все, сложить руки и мучиться? Нет, еще раз нет. Всегда помните, что эти власти поставил Бог. Если ваши власти не реагируют или не справляются с этой проблемой, ты можешь вполне по-настоящему пожаловаться на власти самому Богу. И Он сам придет и будет разбираться и с обидчиком, и с властями. Это люди, которые взяли на себя ответственность смотреть за порядком и отвечают за это пред Богом. Бог на земле поставил определенную последовательность действий для решения ситуации. И служителей ты не минешь. Если сразу придешь к Богу, Он пошлет тебя к служителям, начальникам, полиции. Как и тогда, и когда мы приходим к Богу Отцу за помощью, здесь на земле, Он нас всех всегда сначала пошлет к Иисусу Христу. Но тем, кто упорствует в грехе. То есть, есть отдельные люди, которые упорствуют в грехе. Который сделал против тебя, и его сразу прощать, и ничего не говорить. То это неправильно. В слове написано, если согрешил против тебя брат твой, и попросил прощения у тебя за сделанное дело, если это будет происходить много раз в день, ты должен простить его. Но если согрешил против тебя брат твой, и ты ему сказал, и он не попросил прощения у тебя за сделанное дело, если это будет происходить много раз, ты можешь привести, вплоть до исключения его из членства в церкви. Случайно сделанная обида принесет обязательно раскаяние перед вами. А упорство в грехе против вас может привести к проблемам у того человека, и это нормальные взаимоотношения в церкви, в обществе. Если этого не делать, это приведет к вашей обиде, которая может испортить ваше взаимоотношение с Богом. Если ты сделал грех. Если так не поступать, то как можно научиться прощать? Эти люди будут упорствовать в своем грехе, и это рано или поздно приведет к греху более явному и глубокому. И перед тем, как делать, скорее осознать то, что если ты сделал что-то неправильное и тебе сказали это, то нужно попросить прощения. Раскайся и попроси прощения, иначе это может привести тебя даже к исключению тебя из общины. Скажи ему на один. Это сказано для церкви. Но для обычной жизни мы также можем применить этот шаблон. Представьте вместо братьев и сестер соседа или сослужиться. Но только вместо церкви участкового или полицию. Если сосед тебе сделал что-то неправильно, скажи ему один на один. Не послушался, не попросил прощения и продолжает себя вести неподобающе. Позови одного или двух соседей. Если этих не послушает, решай с участковым или полицию. Как вам этот подход? Правильный? А вам он знаком? Да, это принцип поведения в христианских странах взят из Библии. Друзья, не наоборот. Именно сначала узнали из Библии и применили в законе. Церковь решает внутрицерковные вопросы среди верующих. А дела с неверующими решает полиция и суд. Друг мой, может и Бог тебе поможет прощать людей, если они от тобой раскаиваются. Но если нет, скажи ему и пусть решает вопросы с пастором или с милицией. Если ты обидчик, если ты обижаешь человека, и он сказал тебе про это, знай, что ты нарушаешь заповедь возлюби ближнего. Тебе человек сказал, что ему не нравится. Как ты к нему относишься? Измени свои дела. Иначе в конечном итоге к тебе придет разбираться сам Бог. Изменись. Бог придет, и это только вопрос времени. Он никогда не оставит безнаказанным грешника. Если ты начальник, Бог доверил тебе свою паству. И смотри, чтобы не было в твоей пастве горького корня. Тебе Иисус Христос доверил своих овечек. Не будь лицеприятным, не разделяй на мужчин и женщин. Защищай Божьих овечек своей властью. Ведь ты на это поставлен. Ты сам взял ответственность. И Господь взыщет за каждого обиженного. И сам придет и к тебе разбираться. Это только вопрос времени. Поступай по Слову Божьему. Если обижают тебя. Если против тебя что-то сделали или сказали, и это нанесло тебе обиду, не молчи. Пойди и скажи брату своему. Это нормально. И ты должен это сделать. Ты можешь сохранить брата от греха. Если он извинился, изменил свои дела, то прости хоть семи жди семи раз. Если не раскаялся, возьми два-три свидетеля и подойди еще раз. И скажи при свидетелях. Если и дальше не раскаялся, скажи служителям и церкви. Если и церковь не слушает, будет он тебе как чужой человек. И если даже не раскаялся, скажи Богу про служителей и свою ситуацию. Сила прощать. Да, чтобы прощать, нам нужна сила. Но спасибо Богу, что Бог дал нам силу прощать. Что это за сила? Это наше взаимоотношение с Богом. Когда мы пришли к Богу в молитве покаяния, с искренним сердцем, Бог простил нам все наши грехи, которые мы сделали до этого. И не только простил и очистил, но еще и исполнил нас Духом Своим для нашей жизни. И мы всегда помним, сколько Бог нам простил, даже то, что знает только Бог и ты. Мы всегда помним, сколько нам Бог простил. И так же прощаем других, как Бог простил нас. То есть мы прощаем не своей силой, а сначала нас Бог напомнил своим милосердием, милостью к нам. И мы, осознавая это, передаем это другим людям прощение. Помолись Богу про ситуацию. И сейчас ты помолись Богу и расскажи про свою ситуацию, чтобы он мешался. Если ты не знаешь как, то повторяй за мной. Я буду вместе с тобой сейчас просить Бога. Бог Отец, что на небесах? У меня сложилась такая ситуация. Расскажите ему свою ситуацию, что происходит в вашей жизни. Но твои служители, которых ты поставил на земле, не могут решить мою обиду. И я не могу сам решить ее. Но ты, Иисус Христос, взял на себя мои грехи, немощи. И умер вместо меня на кресте. И пострадал и за эту проблему. Но ты воскрес на третий день, и меня воскресил вместе с собою. И теперь не я живу, а ты во мне. Ты моя жизнь, святость и праведность. И я отдаю тебе эту проблему. Аминь. Все, теперь эта проблема в руках у Господа. Смотрите, что будет происходить в этой ситуации. И, конечно, потом не забудьте поблагодарить Бога за Его дело в вашей жизни. Аминь. Это раздел «Вопрос-ответ», где я отвечаю на вопросы моих слушателей. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. Буду отвечать, что на это отвечает Библия. Пишите в комментариях. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь. И передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.